О проблемах мусора, борщевика, ям, люков знают, в скором времени обещают их решить. Глава городадминистрации Илья Шульгин провел встречу с журналистами и ответил на самые интересующие кировчан вопросы. Вышла, спустилась по лесенкам бабушке, ну видно, рука-то у нее как плечи болтаться. Двойной перелом руки шестилетняя девочка получила на игровой площадке в торговом центре. Сегодня родственники пострадавшие рассказали, как все произошло. Следственный комитет начал проверку. Кировчанин хотел обогатиться на запрещенных таблетках. Во время контрольной закупки торговцы задержали сотрудники УБЭП и Росгвардейцы. Кировским школам дополнительно выделено 17 миллионов рублей на пожарную безопасность. Ранее говорилось, что 80 миллионов они уже получали. Подробности в специальной рубрике. Формат, который популярен среди художников европейских стран. Выставку в стиле Open Studio в четверг представила кировская художница Елена Авинова. В собственной мастерской выставлена серия работ, посвященные поездке в Англию и Францию. О событиях четверга 9 августа расскажет информационный канал «Город» в студии Артема Панекаровских. Здравствуйте. О проблемах знают. В скором времени обещает их решить глава городадминистрации. Илья Шульгин провел встречу с журналистами и ответил на все интересующие кировчан вопросы. Поднималась и наболевшая тема огромных зарослей борщевика в черте города и вопрос ямочного ремонта дорог, которые в этом году делать откровенно не торопятся. Начался же диалог с главой городадминистрации с вопроса по благоустройству города. Например, проблемы с вывозом мусора. На городские свалки кировчане жалуются регулярно. В социальных сетях, например, последние фотографии поступили с улиц Леп, Севаровского, микрорайона Ленгасова. Илья Шульгин признался, что о проблемах знает. Говорит, виноваты в этом управляющие компании. Они либо вообще не заключают договоры с мусоровывозящими компаниями, либо заключают, но на меньшее, чем положено количество контейнеров. В результате мусорных баков на улицах не хватает. Рядом с ними накапливаются огромные свалки. Илья Шульгин уже не раз грозил обслуживающим компаниям лишением лицензий. То есть эти все вещи мы видим. Буквально позавчера было совещание по этому поводу. Даны поручения, чтобы максимально короткий срок через алинициативную территориальную инспекцию техническую, разобраться с этим вопросом и всех, что называется, сосчитать. Потому что в центре города не так много у нас проблемных зон. Они все известны. Они известны и САХу, и Куприту, и администрации, и территориальным управлением. Мы сейчас объединяем усилия, и я думаю, что в ближайшее время эту проблему решим. Еще одна проблема, на которую поступают жалобы, заросшие борщевиком и репейником город. Об опасных плантациях, которые разрослись, например, на улице Упита, у 47-й школы, на северо Садово, у спорткомплекса Дымка. Мы рассказывали неделю назад, Илья Шульгин сказал, ответственных за несвоевременный покос этих растений собирается штрафовать. Ведь системные работы в этом направлении, они показывать почему-то не торопятся. Ну, по траве, да. В этом году, в ручном режиме. Могу сказать, что вообще по нормативам безопасности, покос травы один раз в две недели. Поэтому, видимо, придется вот к этой системе переходить. И все эти джунгли, которые сейчас у нас по городу развелись, ну вот, видим, говорим, делают. Видим, говорим, делают. Но пока так. Илья Шульгин заделая тему ремонта дорог, например, проваленных люков на свежеотремонтированных участках дорог, Илья Шульгин заверил, что проблема уже решается. Все люки на отремонтированных участках этого года будут выровнены под дорожное полотно. Что касается ямочного ремонта, то в этом году, по словам представителя городадминистрации, на все проблемные участки банально не хватает денег. Поэтому тратить их будут только на самые глубокие ямы. Проблема настолько серьезная, что ее будут решать до 2024 года. Глава городадминистрации сегодня прокомментировал и пикеты недовольных мам, которые за последний месяц уже несколько раз собирались и говорили о проблеме нехватки путевок в детские сады. Одним места в детском саду достаются за десятки километров от дома, другим вообще не достаются. Напомним, что без детского сада в этом году остались больше двух тысяч малышей. Взгляды на решение проблемы у пикетирующих и у главы городадминистрации разные. Накануне недовольные родители снова вышли к стенам администрации города, но на этот раз с мелками все подробности в материале Артема Миронова. Как мы видим сегодня, к зданию городадминистрации на пикет вышло небольшое количество человек, точнее семей, которые недовольны распределением путевок в детские сады. Народу собралось немного. Видимо, не все уже верят в то, что проблема как-то может решиться. Одна из тех, кто пришел на пикет и знает, как решить проблему, мама четверых детей Марина из поселка Садаковский. Ее младшему ребенку недавно исполнилось три года. Когда пришло время получать путевку в детский сад, в департаменте образования сказали, что мест больше нет. Теперь Марина ходит в департамент регулярно в надежде, что путевка все-таки появится, хоть даже на другом конце города. Мы готовы возить ребенка куда-то, но нам ничего не предлагают. Я, конечно, в Седоровку не готова возить, потому что поездка до Седоровки и обратно утром и до Седоровки и обратно вечером выходит в принципе в стоимость частного детского сада. Ну вот так, да, чисто экономически. Игробовая тишина. Никто нам не звонит, никто нам ничего не предлагает. Мы в департамент, ну вот сегодня я была, вот буквально я там час назад, может чуть меньше была, в департаменте образования в данный момент ходила. Разводят руками, мы вам ничем помочь не можем. А вот молодая мама Татьяна не готова возить своего малыша в детский сад за 25 километров от дома. Путевку семье выдали в детский сад в селе Русское, при том, что живут они рядом с филармонией. Татьяна говорит, что не хватит ни времени, ни денег. А вот выход из положения, как и остальные пикетирующие, видит только один. Решение какой-то компенсации, чтобы можно было отдать ребенка в частный детский сад, чтобы хотя бы немного помочь родителям. Молодые мамы говорят, сумма компенсации, которая их бы устроила, 12 тысяч рублей в месяц. На эти деньги, по их словам, можно пристроить ребенка в частный детский сад. В сложившейся проблеме нехватки мест в детских садах родители малышей обвиняют местные власти. Они прекрасно знали, три года назад, статистика, рождаемость, сколько нужно будет мест в детских садах, сколько детей будут нуждаться. А не так, что складывается впечатление, что для них это неожиданность, кроме ясного неба. В городадминистрации говорят, что пикеты неуместны, ведь решение проблемы видят только в строительстве новых детских садов. В этом году в нашем городе должны построить шесть учреждений. А те 2000 малышей, которые не попали в этом году в детсад, в один момент пристроить не могут. Придется какое-то время потерпеть. Я потому что сейчас никаких других решений у меня нет. То количество детских садов, которое мы распределили, вот это количество, оно есть, оно уже распределено, мы прием заявок закрыли. Илья Шульгин признался, чтобы родителям не приходилось возить детей в детский сад на другой конец города, нужно менять систему распределения путевок. Вероятнее всего, ее должны сделать не по дате рождения, а по месту жительства. Однако о конкретных планах по этому вопросу Илья Шульгин не рассказал. Артем Миронов, Андрей Фоминых, информационный канал «Город». Двойной перелом руки шестилетняя девочка получила на игровой площадке в торговом центре. Сегодня Следственный комитет начал доследственную проверку. А родственники пострадавшей рассказали, что произошло все из-за явно небезопасных элементов этого игрового комплекса под названием «Детский лабиринт». Вышла, спустилась по лесенкам, вот, бабушке. Ну, видно, рука-то у нее, как плеть болтается. Вот так вот она держала ее. Маленькая паника началась, все уже люди стали уходить, как и убегать, ну, как у нас обычно делается. Как можно получить двойной перелом руки со смещением, упав вот на эти фигуры? Дедушка девочки понял только тогда, когда изучил, из чего они сделаны. Внутри что-то вроде металлического каркаса с острыми углами. Снаружи очень тонкий слой смягчающего поролона с тканью. Спустя время Василий Сырчин размышляет, там можно получить травму и посерьезнее. О безопасности детского игрового комплекса работники торгового центра, говорит, явно не пекутся. А после случившегося явно запереживали, теперь общаются очень неохотно. Мотивирует тем, что мы незаконно представители, вот бабушка с дедушкой, мы незаконно. Может быть, и право, они правы, как юридически, но получается, внизу, это где вот, как участок торгового центра, мы подписываем договоры, мы подписываем анкеты, мы там законно представители. А только подниматься к ним в офис на третий этаж в этом же здании, мы уже незаконно получатся. Я думаю, справедливость надо восторженствовать. Шестилетние девочки уже сделали операцию, впереди предстоит еще одна, все-таки серьезные переломы. Примечательно, что перед посещением аттракциона родственников попросили подписать договор, где любую ответственность работники центра с себя снимают. Историей уже заинтересовались активисты Общероссийского народного фронта, требует проверить на безопасность все детские комплексы в торговых центрах города. Еще к делу шестилетней девочке подключились следователи. Решили перепроверить законность действий работников торгового центра. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые следственные действия. По результату проведения данной доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Впереди еще много интересного. Смотрите во второй части нашего выпуска. Кировчанин хотел обогатиться на запрещенных таблетках. Во время контрольной закупки торговцы сдержали сотрудники УБЭП и Росгвардейцы. Кировским школам дополнительно выделено 17 миллионов рублей на пожарную безопасность. Ранее говорилось, что 80 миллионов они уже получали. Подробности в специальной рубрике. Формат, который популярен среди художников европейских стран, выставку в стиле Open Studio в четверг представила кировская художница Елена Авинова. В собственной мастерской выставлена серия работ, посвященная поездке в Англию и Францию. Эти и другие новости уже через несколько минут. В эфире информационный канал «Город» и мы продолжаем. Кировчанин хотел обогатиться на запрещенных таблетках. 7 августа во время контрольной закупки торговца задержали сотрудники УБЭП и Росгвардейцы. Все подробности в рубрике «Место происшествия». Напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. Во вторник днем подозреваемый договорился с покупателем о встрече. В салоне своего авто он продал клиенту целую партию нелегальных таблеток на 110 тысяч рублей. Сразу после этого торговца задержали. Следователи Ленинского района допросили подозреваемого и взяли с него подписку о невыезде. В его квартире провели обыск и нашли еще одну партию фальсифицированных препаратов. Оказалось, что преступным бизнесом мужчина занимается с января этого года. Он создал интернет-магазин, через который продавал запрещенные в России лекарства, а также их аналоги. Теперь в отношении нелегального продавца возбудили уголовное дело. Не на двух колесах, а на двух ногах хотел уйти от ответственности водитель мотоцикла в Ганино. Там активисты ночного патруля заметили двух весьма экстремальных приятелей. Всю ночь они без шлемов и чувства самосохранения по очереди ездили на кроссовом байке. Одного из гонщиков задержали. Зачем бегал от нас? Зачем? От кого? А ты от полицейских? Испугался чего? Человека. Полицейского испугались? Конечно, так он выскочил из машины. Ну вы же видите на нем форме. И в штатной машине. В форменной одежде. Я что откуда знаю это? На Юрия составили протокол за управление мотоциклом без прав. Теперь ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Не дай бог, Сергей Ава придет на свод себе. Перешел дорогу в неположенном месте и стал участником драки. Сотрудник МЧС Михаил. Мужчина отгулял на свадьбе друга и ничего не предвещало беды, но на улице Ленина он перешел дорогу в неположенном месте. Ему сделал замечание бывший сотрудник ППС. Слово за слово и началась потасовка. В ходе потасовки никто серьезно не пострадал, но когда все успокоились, одна из девушек заметила пропажу телефона. Когда набрали ее номер, смартфон зазвонил в кармане Михаила. На него позвонили, я из кармана достал и ответил. Мой телефон вот здесь. Один номер. Вот он. А рядом лежал другой телефон. Как он оказался в выкатке? Я не знаю. И на это я ничего не могу. Ваша съемка вот. Моим приговором. В итоге на место происшествия приехала опергруппа. Михаила по подозрению в краже доставили в отдел полиции. Питьевая вода в Кирове небезопасна. Кировским школам дополнительно выделено 17 миллионов рублей. А на грунтовых дорогах города начался дорожный ремонт. Подробности далее наш эфир продолжает рубрика короткой строкой. Роспотребнадзор опубликовал результаты исследования качества водопроводной воды в Кировской области. Оказалось, больше 10% исследованной воды не соответствует нормам. Среди худших результаты показали Кирово-Чапецкий, Арбашский и Куменский районы. На территории города Кирова вода соответствует нормам. Кировским школам из городского бюджета выделено еще 17 миллионов рублей на подготовку к новому учебному году. При проверке обнаружилось, что в ряде школ пожарная безопасность не соответствует нормам. Напомним, в этом году школам было выделено порядка 80 миллионов рублей на подготовку учебных заведений к 1 сентября. Суммы, по всей видимости, оказалось недостаточно. В Кирове начался ремонт грунтовых дорог. На эти работы выделено около 13 миллионов рублей. Общая протяженность ремонтируемых участков – 8,5 километров. Грунтовки починят в деревнях Дуркино, Дряхловщина, микрорайонах Ленгасова, Порошино, Дороничах и Десятисадовых товариществах. Дорожники обещали закончить работы к 15 сентября. За месяц работы на единый телефон экстренных служб 112 поступило почти 3,5 тысячи обращений от граждан. Диспетчерская обрабатывает вызовы пожарной охраны, полиции и скорой помощи. Сотрудники рассказали, что небольшая часть вызовов оказалась ложной. Артему Суслову из Пижанки нужна помощь. У ребенка редкий диагноз – врожденная отрезия и микротия справа. Кондуктивная тугоухость четвертой степени. Мальчик слышит только одним ухом. Для полноценной жизни ему нужна операция в США. Ее стоимость – 85 тысяч долларов. Родители Артема просят кировчан помочь собрать деньги. Реквизиты для перевода денег вы видите на экранах. Формат, который популярен среди художников европейских стран – выставку в стиле Open Studio. В четверг представила кировская художница Елена Винова. В собственной мастерской выставлена серия работ, посвященные поездке в Англию и Францию. Елена работает в стиле графика. Свои зарисовки она делает во время путешествий. Маленький эскиз, который сделан, так скажем, на натуре – это Манчестер, Англия, город, в котором я очень давно хотела побывать. Выставку открывает картина «Автопортрет» из Англии. В ней Елена сделала акцент не на себя, а на двух кованых мостах. Призналась к европейской культуре 18-19 века, давно испытывает трепетные отношения. Впрочем, основная часть экспозиции Елены Авиновой посвящена все-таки Франции. Как можно заметить, там особое внимание художница обращает на указатели и надписи. Елена говорит, именно в таких деталях часто кроются большие смыслы. А еще большие смыслы имеют форматы выставок. Например, новый для Кирова, так называемый Open Studio. Выставка в том месте, где и создавались работы. Этот формат я подсмотрела в Европе и в Париже в резиденции для художников. Он очень популярен среди творческих людей. Open Studio устраивают не только художники, но и музыканты, и поэты, и драматурги. Когда они приглашают к себе в гости своих коллег и показывают то, что они сделали за какой-то последний период. Французскую серию, выставленную в своей мастерской, Елена Авинова называет предпоказной и только для узкого круга друзей. Но в ближайшее время свои новые картины, а их порядка сорока, Елена Авинову планирует показать и всему городу. Уже ведет переговоры с одним из выставочных залов города. Таким был этот четверг, 9 августа. И если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала Город по телефону 470706. Также рассказывайте о них и в нашей группе ВКонтакте. Она называется «Новости Кирова. Первый городской канал». В студии для вас работал Артем Панекаровских. До скорой встречи. Продолжение следует...